Певец народной песни в Минске прошел вечер памяти белорусского композитора, собирателя фолклора и основателя отделения народного хора в музыкальном колледже имени Глинки Александра Рощинского. Легендарный наставник выпустил не одно поколение известных артистов фолксцены. 10 августа Рощинского не стало. В память о мастере его ученики и коллеги устроили концерт «Реквием». В улицах Рыбоедова Минске музычный колледж и Мяглинки. Головная и бадай самая отказная локация у жити Олеси Рощинского. А это его рабочий кабинет. Руку маэстро памятует навод клавиши. В учень легендарных композитора Евгена Глебова в 1924 годы засновал отделение народных хоровых спевов. По советских мерках прорыв белорусской народной культуры. Он каждого студента мог вдохновить, влюбить и на собственном примере показать, насколько важна народная песня и вообще развитие национальной культуры в сегодняшнее время. Хор с Дяучат открыл концерт «Реквием». Сбиральник фольклору и он зарабил не одну творчую экспедицию. Усе гроши тратил на книги, ноты и кружелки. Рощинский зарабил больше за 150 расшифровок и опросовок белорусских народных песен. Был переконанным тем, что в першопошатковом, аутентичном выгляде фольклор не будет с разумелой целком. Хорошки, Купаленко и это не полный спис коллективов и артистов, с которыми працавал. Народная песня у его музычной интерпретации заиграла по-новому. Композиция Мурова, працовца Ирены Котвицкой, Калисти – первая композиторская спроба под патронажем. По нотах расклала весновый юрьевский карагод. Працовать у музычной в учильню запросил Рощинский. Выдал не один сборник народных песен, взмогался за широкое выкористание и расповсюживание белорусской мовы. Ширый белорус, который рано помер, а не покинул после себя внушальную спадшину. Нина Можейко, Дмитрий Гаркуша и Анатоль Долотовский. Агентство «Телиновин».